Бутурлиновка. Город с 1917 года. В России. Районного подчинения. Административный центр Бутурлиновского района Воронежской области и городского поселения Бутурлиновка. Население 24 319 человек. На 2018 год. Город расположен на северной окраине Калачской возвышенности на реке Осередь приток Дона в 180 километрах к юго-востоку от Воронежа. Железнодорожная станция Бутурлиновка на развилке однопутных неэлектрифицированных линий Таловая-Павловск-Воронежский и Таловая-Калач. Площадь города 37,72 квадратных километра. В 1740 году на землях графа Александра Борисовича Бутурлина, подаренных ему империатрицей Елизаветы Петровной, была основана Слобода-Бутурлиновка. Население составляли выходцы из Малороссии. С 1779 года входила в Бобровский уезд. На генеральной карте Воронежской губернии 1829 года обозначен как Петровская Тож-Бутурлиновка. Со второй половины XIX века Бутурлиновка являлась торгово-ремесленной Слободой, одним из центров кожевинного производства в Воронежской губернии. В конце XIX века в год здесь производилось до миллиона пар сапогов. Каждая пара, изготовленная в Бутурлиновке, продавалась по всей Российской империи, в том числе и для царской семьи. С 1896 года действовала паровая мельница купцов Кащенко. С 1860 по 1870 годы на винокуренном заводе работал Познанский БС. Его впечатления отразились в очерке «Воронежские хохлы». С 1869 по 1876 годы учительным школы работал писатель-мемуарист Тихонов. Этот период освещен в его мемуарах 25 лет на казенной службе 1912 года. В 1900 году в Слободе Бутурлиновка существовала земская больница, богодельня, 4 школы, 2 винокуренных завода, 3 кирпичных завода, паровая и 86 витринных мельниц. С 17 июля 1917 года Бутурлиновка получила статус города. С 9 сентября 1917 года выходит газета «Бутурлиновская жизнь», редактор, редакционная комиссия, а издатель товарищество на паях. В годы Гражданской войны под Бутурлиновкой шли ожесточенные бои. 23 ноября 1919 года Бутурлиновка была окончательно занята дивизией МФ Блинова, который погиб в бою. В доме, где размещались штабы воинских частей, бывали военные и партийные деятели. Тухачевский, Якир, Миронов, Трифонов. В январе 1924 года учреждено Бутурлиновское викариатство Воронежской епархии. Его возглавляли в 1924 году Митрофан, в 1925 году Митрофан Русинов, Василий Беляев с 1929 по 1931 год, с 1931 по 1933, Мефодий. Летом 1943 года в городе Бутурлиновка размещался штаб 5-го авиационного корпуса, которым командовал герой Советского Союза генерал-майор Каманин. С 1993 года на окраине города Бутурлиновка базируется 899-й гвардейский штурмовой Аршанский дважды краснознаменной ордена Суворова Третьей степени авиационный полк имени Дзержинского. В Бутурлиновке живет герой Советского Союза, герой Афганской войны Игольченко. Герб города представляет собой геральдический щит. В верхней части герба на белом фоне надпись «Бутурлиновка». В центре щита на охристом фоне, символизирующем плодородие земли, изображена русская ладья с парусом, выполненном в форме дубового листа. Географически поселение расположено на берегу реки Осередь, притоке реки Дон. Холмы, подступившие к реке, покрыты шиповой дубравой, лес, который служил для постройки кораблей в Павловской судоверфи. Под ладьей расположена раскрытая белая книга, символ молодежного города. В нижней части щита расположена часть шестерни и колос, символизирующий местную промышленность и сельское хозяйство. Здесь же расположена дата первых поселений в этих местах – 1740 год. В городе Бутурлиновка есть 5 школ, 11 детских садов, 1 колледж, профессиональное лицея номер 39, медицинское училище, педагогическое училище, музыкальная школа и дом творчества для детей и юношества. В Бутурлиновке имеются предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, легкой промышленности, а также строительной индустрии. Всего около 20, часть из которых не пережила экономического кризиса 90-х годов. Он функционирует в настоящее время в следующие предприятия – мелькомбинат, хлебозавод, мясоптицекомбинат, бутурлиновский ликероводочный завод, бутурлиновский завод железобетонных изделий. Под городом богатые месторождения мела, глины, песка. В настоящее время, впрочем, они не разрабатываются, так как закрыты промышленные предприятия. В бутурлиновском районе выращивают пшеницу, кукурузу, рожь, ячмень, речиху, горох, но прежде всего в больших объемах подсолнечных. Построены свиноводческие молочные фермы, где разводят крупный рогатый скот и свиней. В 2019 году завершено строительство первой очереди электрической подстанции «Бутурлиновка». В апреле 2019 года подстанция, питающая ее, поставлена под рабочее напряжение. Данная подстанция является важным объектом электросетевого хозяйства, обеспечивающим выдачу мощности Нововоронежской АЭС-2 в энергосистему. Объект построен в рамках реализации федеральной целевой программы «Разметие атомного энергетического комплекса» на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года. Подстанция расположена на северо-восточной окраине города. В «Бутурлиновке» с числом населения около 25 тысяч человек имелось 6 церквей. Успенская, Воскресенская, Покровская, действующие поныне, Крестовоздвиженская, Феодосиевская и Преображенская. Они не могли вместить в себя всех верующих, и было решено строить новый храм. В центре Слободы, на Торговой площади, находилась небольшая Преображенская каменная церковь, возведенная в XVIII веке. Первоначальная постройка Преображенской и Успенской церкви неизвестна, но в описях и на планах 1780-х годов они уже присутствуют, а в начале XIX века перестраиваются из деревянных в каменные. Место это было сочетано наиболее приличествующим для нового собора. Средство надлежало собирать среди прихожан, и хотя в Слободе имелось немало зажиточных торговцев и ремесленников, без хлеба торговцев Кащенко вряд ли бутурлиновцы решились бы на такие траты. Проект грандиозного по размерам сооружения был выполнен в 1885 году архитектором строительного отделения Воронежского губернского правления Владимиром Севолычем Стайновским, при участии архитекторов Знабишина и Мысловского. Имя Стайновского указано на мраморной закладной доске, обнаруженной во время реставрации под тукатуркой. Стайновский вскоре покинул Воронеж, и наблюдать за воплощением его замысла был назначен его сослуживец, гражданский инженер Станислав Людвигович Мысловский, известный зодчий, которым выполнен проект Христо-Рождественской церкви в Анне. Инициатором строительства был крупный предприниматель Мукамол Василий Михайлович Кащенко. В 1886 году он умер, и старостой Преображенской церкви стал его сын, коммерциесоветник Алексей Васильевич Кащенко. Ему помогали младшие братья Александр и Иван. Закладная доска называет и других старателей среди числа бутурлиновцев. Крестьяне Федор Иванович Шевцов, Федор Михайлович Головчанов и Алексей Иванович Момров. В 1886 году начались строительные работы. Церковь Преображения была разобрана, за исключением трапезные, которые временно приспособили под богослужение. Через пять лет вырос величественный краснокирпичный пятиглавый собор. Еще два года ушло на отделку интерьеров. Срок этот весьма короткий для столь масштабных работ. Подрядчиком по строительству собора был государственный крестьянин из Козловки Павел Иванович Филатов, родившийся в 1847 году, а умерший в 1917 году. Имен сотен работников-каменщиков мы не знаем, но результатами их мастерства восхищаемся до сих пор. По оценке архитекторов, Преображенский собор является самым крупным и самым сложным по своей объемно-пространственной им композиции и декору-памятникам в нашей губернии 19 века. В сложенном декоре фасадов сочетаются мотивы византийской архитектуры и классицизма. Над четырьмя боковыми главами возвышается центральный купол. На трехъярусные колокольни были установлены часы с боем. Внутреннее убранство собора поражало своим великолепием. Церемония освящения престола длилась три дня – 11, 12 и 13 июля 1893 года. Ее проводил глава епархии, епископ Анастасий Добродин. Собор закрылся в начале 30-х годов. Во время войны здесь ремонтировали танки. Несколько десятилетий в нем находился торговый склад. С середины 80-х годов начались реставрационные работы. В первую очередь стремились восстановить кровлю. В начале 90-х годов собор возвращен епархии. Милостью Божией возродилась церковно-приходская жизнь. Снова возносится молитва к Богу, вновь слышен колокольный звон. В соборе ежедневно совершается божественная литургия. Особенно торжественна она в престольный праздник преображения Господня. Я расскажу еще и про храм в воздвижениях Креста Господня. В начале 19-го века при дороге на село Козловку в Слободе-Бутурлиновка-Вобровского уезда на месте старой деревянной церкви местными крестьянами строится первый в Слободе каменный пятиглавый храм с колокольней в честь воздвижения честного ижедворящего Креста Господня. Этот храм являлся одним из первых храмов Воронежской губернии, выполненный с использованием традиции русской архитектуры. Повышенный двухъярусный четверик храма, окруженный апсидами, трапезной и резолитами входов, венчает цилиндрический световой барабан с луковичной крупной главой. Первым строителем из старосты вновь отстроенного храма был Патока Никифор Алексеевич. После его смерти должность старосты стал занимать его сын Патока Николай Никифорович. Средства на строительство храма собирали среди прихожан, но были и такие крестьяне, которые считали своим долгом помогать в строительстве каждого храма. Одним из таких был Федор Иванович Шевцов. В последующее время имя этого крестьянина указано на закладной доске Спаса Преображенского собора. Но без больших финансовых вложений трудно было строить храм в те годы. Известна фамилия еще одного жертвователя Спичечного, владельца Нижнекисляйского сахарного завода. Иконостас для храма Никифор Алексеевич заказывал в Гатчине, что находится под Санкт-Петербургом. Помогал ему в этом великий князь Константин Павлович Романов. Великолепной красоты был иконостас, выполненный из красного дерева с серебряными пластинами. В 1844 году храм был достроен и освящен собором свинослужителей во главе с величайшим тружеником на ней Христово-Святителем Антонием Смирницким, Архиеписким, Воронежским и Задонским. До строения в центре слободы Спасо-Преображенского собора 1893 года Кристо-Живоздвиженский храм был центральным, и штат его составлял не один, а несколько свиносвященнослужителей. В районном отделе ЗАГС сохранились метрические книги, данные из Воронежской духовной консистории Кристо-Воздвиженской церкви. С Лободы-Бутурлиновка-Бобровского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших с 1863 по 1919 годы. С 1863 по 1897 год священно действовал в храме священник Иоанн Васильевич Краснопольский с диаконом Алексеем Мосцевым. Умер отец Иоанн Краснопольский 21 декабря 1896 года в возрасте 86 лет. Из метрических книг видно, что нередкими были похороны в церковной ограде. Там погребали всех членов Причта и местных крестьян-благотворителей. За кресто-воздвиженским храмом числилось 33 десятины земли, 1200 прихожан, церковный дом и церковно-приходская школа. Но вот пришли годы лихолетия, и в 1932 году священник Владимир Шабашев был арестован и сослан в лагерь в Вологодской губернии, где через год скончался на непосильных работах в возрасте 60 лет. Все внутреннее убранство иконостас было разграблено, кресты сломлены. Когда хромили храм и с алтаря выносили освященный престол, алтарник, которого звали Владимир, принял мученическую смерть, защищая святыню. В колокольню четыре малых купола разобрали на кирпичи, для постройки сараев для скота, а из храма сделали зернохранилище и склад. Церковную ограду и могилы церковно-служителей уничтожили. По благословению Сергия, митрополита Воронежского и Бориса Глебского, 17 октября 2007 года в храм назначен первый настоятель после закрытия храма. Продолжение следует...